Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем ничего нового. И сегодня в этом видео я расскажу вам несколько очень неловких историй. На самом деле это просто какой-то трэш, сейчас я обо всем вам поведаю, но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык! Включай себе уведомления о публикации, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы начинаем. Ах да, меня кстати Лиса зовут. Это видео будет в формате я делаю макияж и рассказываю вам очень неловкие истории. И кстати говоря, если вдруг вы тоже сегодня не спали до пяти утра, а проснулись в осень, потому что у вас куча дел, но вы всю ночь думали о какой-то фигне типа матрасе, то добро пожаловать в этот прекрасный клуб. Это не неловкая история, но это предыстория к тому, почему сегодня я выгляжу настолько, насколько я выгляжу. Последние несколько дней мне не дает покоя мысль о том, что если ты вместо кровати используешь футон, то все твое пространство в комнате не занимается кроватью, что логично. Потому что футон это по сути вот это. И это гениально. И сейчас я просто не могу жить в смысле того, что у меня большая часть комнаты занимает кровать. Бестолковая кровать, но мог бы быть футон. И тогда бы комната была бы огромная и свободная. И вот-вот я просто думаю, посмотрите, посмотрите, насколько она огромная, посмотрите, какую огромную площадь от жилища она занимает. Да, она, блин, все занимает. А вот если бы это был футон? И вот я просто не могу жить с мыслью того, что если бы это был футон, то было бы гораздо, гораздо удобнее. И вот такой хренью мой мозг был занят до 5 утра, 8 прозвонил будильник. Кстати, я назовала прыщ в честь футона, то есть его зовут футон. Итак, самая первая история, это, конечно, вообще лютый трэш. Я про эту историю, если честно, даже забыла, потому что у меня очень много историй о том, как мерзкие мужики ко мне подказывают на улице или делают какие-то некрутые вещи в отношении меня, что мой мозг уже этого или А, не замечает, или Б, ничего не буду говорить, потому что коротко об этом не скажешь. Но в любые всякие инциденты, в которые я попадаю с присутствием каких-то странных мужиков, которые ко мне лезут, он у меня всю эту информацию, короче, удаляет. И недавно я выставляла вот этот вот сториз, где я спрашивала у вас вопросы, на которые вы бы хотели получить ответы, и кто-то отправил вот это сообщение. Я посчитала, что этот скрешот выглядит достаточно смешно, выложила его в сториз, и на этот сториз ответила мне моя подруга. Она напомнила мне про историю, которая произошла со мной. То есть, отвечая на этот вопрос, я просто не уверена, что можно говорить это слово на ютубе, то да, что было? Мы после школы поехали фотографироваться в МГУ, у них прекрасная огромная территория, как раз мы, кстати, поехали примерно в это же самое время года. И мы фотографировались, ели яблоки, кстати, яблоки растут, если вы не знали, можно прийти и просто поесть на яблочных деревьях, это было самое лучшее воспоминание вашей жизни, потому что это просто прекрасно. Мы с ней фотками, сидим эти яблоки, у нас прекрасное настроение, и все хорошо, и ничего не предвещает виды. В общем, никаких таких, каких-то странных, знаете, фотосессий у нас не было, типа из серии мы просто друг друга фотографировали в обычной повседневной одежде, без абсолютно чего-либо, чем очень любят обычно бравируя в таких случаях. И сейчас мой тон повествования изменился, потому что она такая, меня начинает дергивать, я начинаю очень безбожно тупить, очень безбожно тупить, и она дергивает меня еще сильнее. Потом она такая, типа, пойдем отсюда, я такая, ну лох, хотя мне очень нравится локация, я реально не поняла по ее реакции, почему, в общем-то, наследует отсюда свалить, мы пошли. И когда я развернулась, она мне медленно вот так вот показывает, типа, вот туда вот, посмотри, туда посмотри, и там реально был старый повар, sorry, you know. Да, и там просто стоял дядька, и ручки у него были, в общем-то, на виду, но как бы они были заправлены в его штанины, и делал он этой ручкой возвратно-поступательные движения туда-сюда, туда-сюда. Ну, что сказать, я не знаю, как обычно реагируют люди в таких ситуациях, потому что все-таки быстрота реакции, восприятие ситуации, все такое, у всех людей абсолютно разные, но в нашем случае мы заржали, ну, что еще от нас ожидать, и просто убежали. Это было ужасно на самом деле, я только потом уже поняла, насколько было стрёмно, потому что, понимаете, вы стоите, вы фотографируетесь, и просто какой-то мужик на территории внезапно МГУ, то есть это как бы не, простите, не какое-то там, не знаю, задрипанное место, это не задница мира, мы не находимся в лесу, хотя я не считаю, что люди даже в лесу должны так делать, потому что я не считаю, я считаю, что это категорически неприемлемо. И я не знаю, на самом деле, как надо было поступить в той ситуации, и если бы ситуация, например, повторилась сегодня, я даже не знаю, как неправильно реагировать, поэтому если у вас есть какие-то идеи, или вы точно знаете, как надо делать и вести себя правильно, то об этом скажите. Скажите, этот чувак бы явно ничего плохого бы нам не сделал, потому что мне кажется, это скорее реально просто история про того, кто любит подсмотреть, кошмар, ну, пугает меня, и сейчас я что-то немножко даже вступала в какую-то тревожность. Чтобы развить эту странную тревожность, просто скажу о том, что сегодня буду делать макияж, который нацелен на то, чтобы прикрыть вот эти ваши все прекрасные совершенства-несовершенства. Ладно, давайте отличимся, расскажу вам немножко другую историю, связанную уже с моими подписчицами. Сразу скажу, что у меня сейчас будет несколько таких историй, и я ни про кого плохо не хочу сказать, просто это, типа, немножко странно, и если вы вдруг где-нибудь где-нибудь меня увидите, не надо себя так вести, потому что это правда странно. Мы гуляли с моей подругой, и меня увидела компания девчонок-школьниц. Ну, где-то им визуально было лет, наверное, 13-14, вот в этом вот районе. Одна из этих девчонок меня заметила и стала говорить другим достаточно громко, типа, это Лиса, это Лиса, это Лиса. Другие девочки начали на меня смотреть и начали между собой шокаться, да, типа, это реально Лиса, блин, Лиса, да. Я-то обычно знаю, что происходит в таких ситуациях. Люди подходят, фотографируются, там, ну, кто-то обнимается по ситуации, и, в общем-то, вся история на этом заканчивается. Мы можем подержать пару минут какой-то там разговор, если что-то кто-то хочет у меня спросить. Я всегда очень контактна по отношению к моим подписчикам, но вы знаете, мои отношения к вам, это как бы ни для кого-нибудь секрет. И что происходит? Мы идем, они идут за нами, и они идут за нами, и я без привлечения минут, наверное, 5 или 7. И все это время они просто, типа, шушукаются, но по факту это очень громкое шушукание, о том, что это Лиса, давайте подойдем к Лисе. А вдруг она откажет фотки? А давайте к ней подойдем? А может быть, мы подойдем к Лисе? А следовало бы она подойти к Лисе? И они очень громко меня обсуждают. Они открывают мой инстаграм, и начинают смирять ожидания реальности, и втыкать, типа, Лиса ли это или нет. Я не знаю, сколько бы они прошли за нами в итоге, и главным образом зачем, но мы, короче, пока не встали на светофор, они не подошли. Но когда мы встали на светофор, они просто подошли и пофоткались. Причем фоткались они реально ровно одну секунду и ушли. Я, типа, прекрасно понимаю, что очень многие люди начинают стесняться, и это тоже совершенно понятно, это абсолютно нормально. Но просто, типа, ребята, реально, если вы меня увидите, ну, скорее всего, я буду слышать то, что вы будете что-то говорить, поэтому проще сразу подойти и не париться. Я, вот именно я вообще всегда очень норм к этому отношусь. Что ж, дорогие друзья, сейчас я буду делать макияж глаз, и заодно покажу вам, как я делаю макияж глаз, когда я выгляжу настолько плохо, я вся какая-то, вся перекошенная, чтобы это выглядело настолько, знаете, болезненно, что как будто так задумано. Ха, веселая тактика. Короче, если вы вдруг не знаете, то я сменила очень много школ за мою жизнь, это связано с огромным количеством факторов, начиная от того, что в каких-то школах я просто не смогла уже с коллективом, да-да-да-да, потому что характер у меня был весьма говеный, он и, в принципе, сейчас не подарок, но в школьном возрасте это было просто, конечно, концентрированно. Другому я не могу сказать. С другой стороны, было связано с тем, что постоянно переезжали родители, они меняли часто работы, да, поэтому, соответственно, я молоталась вместе с ними, и там иногда были ситуации, когда я могла за один школьный год сменить просто несколько школ, и я к этому привыкла. Кстати, сейчас я не считаю, что это было плохое решение, по-моему, это было даже очень хорошо, потому что, ну, в какой-то момент я уже поняла, что, во-первых, в каком бы окружении ты не находилась, всегда можно приспособиться, потом я увидела огромное количество людей, понаблюдала за ними, и, в принципе, все это, ну, достаточно интересный экспириенс. Ну, и суть. В одной из школ у меня произошла очень стремная ситуация, потому что меня не очень сильно взлюбил коллектив, как раз-таки ввиду моего очень необщительного на тот момент характера. Я попала в школу, где было абсолютно плохо все, из-за моего скверного характера, а эта школа была обычной, вообще образовательной. И в один момент мальчики, мальчики, мальчики решили меня проучить. И меня, по сути, просто начали сначала адско булить, но я такой человек, я пуль не пробиваемый. Бетест вошли в чат, если мне, типа, на человека пофиг, он никак не может меня задеть. А на тех ребят мне было абсолютно пофиг, прям максимально, потому что, ну, я прекрасно понимала, что учиться мне с ними в самом лучшем случае один год, у меня нет смысла там как-то вообще тратить свое время на социализацию, на какое-то постоянное отношение с кем-либо, потому что, в любом случае, у меня не было никакого времени, чтобы взаимодействовать с этими детьми за пределами, там, уроков и перемен. Но на переменах я все равно всегда торчала в телефоне. И мальчикам это очень сильно не нравилось. Они начинали до меня постоянно докапываться. Сначала слабо, типа, из серии просто. И ты, там, крашеная. Я крашеная всегда была, начиная с третьего класса. Типа, там, блондинка. Классическая, короче, фигня какая-то. Потом из серии что-то выпендриваешься, ты тупая женщина. Он, короче, пошел, там, не знаю, какой-то гендерный троллинг совершенно тоже классический. И всем, я думаю, известный в школе. В какой-то момент они понимали, что я не даю абсолютно никакой реакции. Причем очень часто я делаю, не даю никакой реакции абсолютно, показываю, что специально, чтобы их еще сильнее выбесить. Это тоже структура моего характера. И в какой-то момент они реально меня просто чуть не избили. Чтобы вы понимали, это для меня было очень сильной моральной травмой, потому что это было в несколько этапов. Как происходило? В первый раз это было прям в школе. Я куда-то спускалась вниз по лестнице, я как сейчас помню. Там лодка дурацкая, раздолбанная лестница с дурацкими неустойчивыми перилами. Ну и, соответственно, я шла куда-то вниз. И два мальчика, один достаточно крупный, второй, в принципе, среднего телосложения, просто один меня прижал к стене. Он сделал вот так вот, прижал меня, но это было совсем не так, как на всевозможных артах такого формата и не как сюжет из-за рамки. Нет, нет, нет. Это было именно достаточно такое активное прижимание к стене с посылом. Я сейчас разобью тебе как бы лицо. Я охренела, но я не растерялась. Я ему сказала, типа, ты кто вообще? Отойди, я тебя не знаю. Это сломало ему мозги, потому что, ну, явно он, наверное, думал, что я как минимум запомнила. Конечно, я понимала, с кем я имела дело. Я же, блин, с ним училась в одном классе. Е-моё, уже больше, чем 10 дней. Тогда подключился второй. Второй просто взял меня за волосы, вот так вот он взял меня за волосы, оттянул меня от этой стены из рук, так сказать, вот этого другого чувака и просто начал на меня орать. Причём я даже не помню, что он орал. Он просто рандомный какой-то хрень на меня орал и выкрикивал. И знаете, что самое стрёмное? Самое стрёмное, то, что это было, наверное, классно, пятый, шестой. Было очень много людей, потому что это была переменная, и, соответственно, были какие-то более старшие ребята. И они видели, что, по сути, идёт какой-то агрессивный, открытый конфликт, и что девочку сейчас могут ударить. И как бы ссори, но в школе я была вообще вот такая вот мелкая. Но всем было насрать. Все просто окружились, стали кто-то, стал рофлить. Спасибо большое, что никто не пытался снимать, ну или, по крайней мере, я не говорил, что никто пытался снимать. И просто, да, по сути, вот всем коридором ребята очень милые, прекрасно наблюдали за тем, как два пацана на меня на такую мелкую орут. И это не важно, даже если я была бы совсем не мелкая, если я была бы там, не знаю, выше и крупнее, это всё равно не повод как бы орать на человека и угрожать ему, блин, кулаками. И, если честно, я тогда расплакалась. Ну, это мне очень не свойственно, причём расплакалась, я когда прозвенела звонок, и типа этот буллинг, или я даже не знаю, что это, закончился. И я помню, я подхожу к нашей классной руководительнице, это была дрянь математичка. Я очень люблю математику, это мой любимый предмет в школе была, алгебра. Ну, сука, вот там вот была просто дрянь математичка, по-другому не могу сказать. И я ей сказала, там два мальчика вот такой-то и такой-то, они типа очень не круто себя ведут. В серии они меня хотели избить, они на меня орали, они меня там прилюдно просто обзывали всякими разными неприятными словами, я им не сделала абсолютно ничего. И она мне, говорит, на это сказала, ну, если тебе что-то не нравится, пусть родители твои приходят, как бы, и решают вопрос. То есть она даже не пыталась меня поддержать, не пыталась меня успокоиться, она просто поулыбалась и поязвила мне. И после этого я ещё заметила, что она стала ко мне хуже относиться на урок. То есть она изначально меня не очень сильно возлюбила, потому что я из тех засранцев, которые выпендривались очень много, потому что очень хорошо знали предмет. Но, блин, вот она меня после этого реально дико шеймила. И у меня по её предмету иногда даже были тройки, хотя я математику знала идеально. Если вы вдруг знаете, как себя правильно вести вот в таких каких-то вот прям совсем неприятных моментах, вы обязательно напишите, пожалуйста, потому что я уверена, что есть много людей, которые и в ситуациях похуже, чем я, периодически участвуют, и они просто не знают, что делать. Потому что я реально просто не знала, что делать. Продолжение этой истории. Мальчики после вот того вот инцидента на какое-то время от меня отвалили. Но тут ключевое слово на какое-то время от меня отвалили. Потому что где-то спустя, наверное, ну, недели две или три, потому что я точно помню, что этот инцидент, он был осенью, и было тепло, было прекрасно. Я пошла из шкалки домой пешком. Я шла, иду, иду себе, никого не трогаю, и я понимаю, что сзади меня идут эти пацаны. И плюс ещё один, которого я, в принципе, воспринимала даже как, вроде как человека, с которым у меня неплохие отношения, потому что он один из немногих мальчиков, который меня не булил, а иногда даже норм со мной общался. Если вы не понимаете, я сейчас делаю синяки из румян под глаза, и как будто эти синяки у меня ещё и потекли вниз. Я иду домой, время где-то час или два, ну, то есть такое достаточно раннее время, светло, там как бы хорошая, прекрасная погода. Идут эти три пацаны, из которых два мерзких, один не мерзкий. И которые не мерзкие, пытаются со мной что-то заговорить, причём на какие-то повседневные абсолютно темы из серии. Какие уроки придёшь будешь делать или вообще, ну, какие-то такие вот базовые вещи, абсолютно про шкалку. Я ему достаточно, ну, в своей манере нормально отвечаю, и как бы норм. А те два чувака подозрительно рядом, просто близко со мной идут, как вы понимаете, да, куда я уже клоню. И он типа пытается втереться ко мне в доверие, о чём я понимаю абсолютно сразу. И у меня включается такой дурацкий детский защитный механизм серии, в очень нативной манере, так как будто я не понимаю, что со мной хотят сделать что-то неприятное. А это было достаточно очевидно. И тут в один момент я понимаю, что эти два неприятных чувака, они сокращают дистанцию, идут чуть ли вообще не вплотную ко мне и к тому не мерзкому чуваку. И в какой-то момент они просто начинают меня трогать. То есть просто трогать сначала за плечо, потом как-то ещё, а потом типа пойдём с нами туда, потом пойдём с нами сюда. И вот начинается вот эта, знаете, такая очень агрессивная какая-то манера поведения. Я, честно, я не знаю, что от меня хотели эти мелкие школьники. И я, честно, не знаю, чем бы могло всё закончиться. Но мне было в тот момент ужасно странно и ужасно страшно. Я до последнего пыталась сделать вид, что я не понимаю, что происходит. И я даже стала им всячески подыгрывать, потому что я просто не знала, как себя вести. Я не знаю, что они хотят со мной сделать. Я просто не знала. И у меня в какой-то момент начинается паника, потому что я понимаю, что они просто не отваливают от меня. Они просто меня вот так вот шмонают, постоянно меня трогают. Они как-то очень грязно шутят. Они постоянно вот эти вот вещи делают. Кто-то меня вот так вот берёт к себе, поджимает. Короче, это был полный. Пиздяло, я пересрала, на улице не было никого. Я не знаю, почему на улице не было никого. Может быть, они были, но я была настолько поглощена вот этим вот страхом непонятной ситуации, что просто никого не замечала. Ладно, сейчас я покажу вам, что я буду делать дальше, я буду делать веснушки. Прервать в моем стиле. Просто, знаете, в голове у меня сейчас только одна песня грузится, которая I hate boys so fucking much. Вот это вот у меня в голове. Ну и в конечном итоге уже начались открытия и противостояния, типа из серии «Пойдем ко мне домой», ну в плане не ко мне, а кому-то из них, и мы тебя там, ну вы уже поняли, что мне предлагали, в общем-то, там поделать. Значит, что я пересрала, ничего не сказать. Я понимала, что ситуация просто выходит уже из какого-то конкретного контроля, и это не поведение школьников, которые просто, типа, знаете, мерзко угрожают, потому что они идиоты, а это реально уже какое-то отклонение от нормы и очень-очень странная манера речи, очень странная манера поведения, очень странная вообще просто все. В тот момент я поняла, что если я сейчас не убегу, то ситуация... И я уже не убегу, короче, я уже не убегу, и непонятно, что будет дальше. Перекресток. Как сейчас помню, красный перекресток. И через дорогу будет какой-то, типа, мини-овраг. Ну, может, это был не овраг, но в детстве мне казалось, что это овраг. Людей все еще нет. Вроде как нет. Я стою у этого светофора, понимаю, что светофор — это моя сейв-зона. И я понимаю, что если вот сейчас я пока красный свет от них не оторвусь, если я сейчас не предприму что-то, они меня, скорее всего, просто куда-то потащат, это будет ничего нехорошего, в том числе, может быть, даже меня не на хату потащат на этот овраг. Прекрасный. Вижу, что машин становится меньше, что трафик успокаивается, хотя там прям, знаете, такой вот большой перекресток, когда я оттуда и отсюда, и, в общем-то, движение, оно очень плотное. Это в момент, когда я понимаю, что сейчас, возможно, у меня есть несколько секунд, чтобы это перебежать, я перебегаю. Я перебегаю на красный свет, спасибо большое, что меня никто не сбил, конечно же, машины сигналят, потому что какая-то малявка, дура. Вот я перебегаю, и я просто несусь, я несусь, я умираю, я просто несусь. Я несусь до своего подъезда. Они дожидаются, когда все это закончится, то есть светофор, и, естественно, они бегут за мной, еще и громко орут, типа, и серитет, и у нас никуда не убежишь. Мне страшно, вы все не представляете, как. Жопа в том, что у меня ключи непонятно где, то есть у меня была сумка или рюкзак, не помню, но все там было настолько хаотично, просто настолько там, как в помойке, что я даже понимала прекрасно, что я сейчас добегу до подъезда квартиры, я не смогу, до подъезда я не смогу быстро открыть, потому что хрен знает, где, блин, мои ключи. Может, они вообще в пенале лежат, или как-то вот так вот по-тупому все организовано. Я подбегаю к подъезду, я начинаю копаться, естественно, я начинаю копаться в моем рюкзаке. Дальше происходит полный трэш, потому что они реально уже рядом, а я не могу найти ключи. Нет, никто волшебным образом не выходит из подъезда, не спасает меня, людей на улице все еще нет, а если есть, то я не помню, мозгов орать мне в любом случае не хватило, потому что у меня был просто какой-то ступор. В какой-то момент нахожу ключи, не помню, где они были. Влетаю в подъезд, закрываю дверь. А здесь уже как в фильме, один из них успевает эту дверь задержать. Это пипец. По-моему, у нас тогда была квартира не то на восьмом, не то на девятом, не то на десятом этаже, то есть достаточно далеко. Я прекрасно понимаю, что в лифт я не успею забежать, и единственное мое спасение — это быстро-быстро сейчас бежать по лестнице. И это единственное, что может как бы меня спусти. И да. Да, у меня не было никого. Я бегу по этой лестнице, я умираю, эти бегут за мной, и они орут и кричат. Может, все они и правда ничего не хотели сделать, но мне было очень страшно. Я понимаю, что я не попаду к себе домой, даже если попаду, и мне что-то не помешает просто продержать дверь моей квартиры и ворваться туда вместе со мной. Вспоминаю, что не так давно заходила какая-то соседка, ну, женщина, по-моему, которая жила с дочерью инвалидом, то есть она сидела в основном дома, она была фрилансером. Я понимаю, что если вот сейчас вот эта женщина мне откроет дверь, то все будет ток. Если она меня не откроет, то будет хана. Бегу. Пытаюсь вспомнить, потому что в этот момент, если вы не знаете это чувство, вам повезло, но очень страшно, и мозг просто отключается, ты ничего не понимаешь, что происходит. Бегу. В надежде на то, что попадаю в правильную дверь. Бегаю к жилищу этой женщины, начинаю просто вот так вот калашмотить в ее дверь. Честно скажу, если бы кто-то начал таким образом калашмотить в мою дверь, я бы пересаралась, и в дверь не подошла. Она подошла, и это меня спасло. Она подошла, она открыла дверь, и сзади меня три пацана стоят. И она видит мое состояние, она такая, типа, что случилось? Я такая, а можно типа к вам зайти? Я не могу ключи найти, у меня родители типа не дома. Она такая, да, конечно. И я схожу к ней, пацаны от меня отваливают, и все. И я помню, я просто пришла в ее квартиру, я села в угол, я просто сидела в угол, я втыкала в стену, и вообще не знала, что мне делать. Я сейчас монтирую видео, я понимаю, что я не сказала вам про одну важную деталь, которая, наверное, вам покажется очевидной, потому что когда я монтировала, она мне казалась очевидной, типа, ты что такая тупая? Почему-то не позвонила родителям, почему-то не написала родителям, почему-то вообще сделала эту бабу четыре часа, даже когда все произошло, и не позвонила родителям. Я боялась звонить родителям или им писать, я просто боялась, что если я что-то такое напишу, то меня будут ругать. Все. Это все. Это вся история. Я просто побоялась, что меня не поймут, что на меня наедут, что, типа, из серии я еще потом за это получу. Ну вот. Я сидела, наверное, у нее часа четыре. Она, конечно, поняла, что что-то не так. Она пыталась меня разговорить, она просто впала в ступор, потому что я понимаю, что ничего не происходит, но при этом мне почему-то очень страшно, и меня прям объел какой-то невозможный животный страх. Это было ужасно. Я не помню, когда я попала в квартиру, я не помню, что было дальше, но я помню, что когда я увидела кого-то из моих родителей, я даже не помню, кто это был вообще. Я просто стала на этого человека очень сильно агрессировать и орать. И я прям высказала вообще все, что я думаю о них, что меня отправили в такую убогую школу, что вообще здесь меня хотят убить, изнатянуть, и все, на свете, и вообще ничего приятного здесь нет, что меня здесь все ненавидят, что вы меня тоже ненавидите. Ну, пошел этот классический детский обиженный булшит, ну, как бы. Ну, вот, это факт. Такая ситуация произошла, и, конечно, она на очень-очень-очень много лет потом подкосила абсолютно всяческое доверие к большинству пацанов. При этом, что самое парадоксальное, потом она просто куда-то испарилась в один момент. Я нормально же со всеми общаюсь, но я все равно очень сильно стремаюсь, когда кто-то незнакомый из мужиков ко мне подходит, например, на улице, и у меня вот эта вот агрессия, она реально сейчас агрессия. То есть, когда есть кто-то ко мне хочет подойти и не понимает с первого раза, я реально начинаю орать, материться, я начинаю прям висеть себя очень агрессивно, и я просто жду момент, когда кто-то мне пропишет в лицо, потому что, ну, поверьте, вот. Ну что ж, осталось только добавить помаду на губы. Надеюсь, что вам это видео, несмотря ни на что, понравилось, что, может быть, вы взяли даже на заметку какая-то вот эта вот идея макияжа, потому что делается оно очень легко. Я, конечно, пока болтала, пока втекала, пока тупила, но достаточно долго делалось, но пока этот макияж можно делать минуты за, ну, 4-5, потому что вы видели, что здесь очень мало вообще телодвижения и действий. Всем спасибо за просмотр, и всем пока. И если вы учитесь в школе, то я желаю, чтобы у вас были прекрасные школьные годы, а не вот это вот все. Пока!